МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго времени суток! С вами канал OpenFrameTV. Как видите, было небольшое лирическое отступление, которое показало, что прогресс не стоит на месте. Ну, теперь перейдем непосредственно к обзору. Сегодня соберем вот такую катушку Tesla на транзисторе. Катушка Tesla получилась довольно-таки компактная, переносная. Как видим, и разборная. То есть можно спокойно перенести в любую точку и не беспокоиться за ее сохранность. На лицевой стороне видим основной выключатель, прерыватель, то есть мы можем разные стримеры делать, а также переключатель в два режима, обыкновенный и умощненный. Вот. Далее рассмотрим параметры катушки, схему, ну и, собственно, процесс сборки. Ну и тесты. Куда же без них? Итак, производим запуск. Как видим, это без диода включения. Включаем на максимальную. Как видим, безопасный стример. Ловим руку. Можем поиграться с частотой. Как видим, длина изменяется. Вот. Также замеряем длину стримера. Ну, около 25 сантиметров. Это при пониженном напряжении сети. Вот. Видим, лампа светится на большом расстоянии. Все как положено. Перед вами чертеж вторичной и первичной обмотки. Подробнее остановимся на каждой из частей. Тор. Это алюминиевая воздуховодная труба. Диаметром 6 сантиметров. Скрученная в бублик. Вторичная обмотка. Во время построения вторичной обмотки было испробовано много различных вариантов. Изменялось диаметр провода, количество витков, диаметр катушки и, соответственно, высота намотки. И, как видим, остановились на крайней слева. У нее диаметр провода 0,2 миллиметра. Диаметр катушки 10 сантиметров. И количество витков 1050. Вот. Количество витков может варьироваться. Плюс-минус 100. А также диаметр провода изменяться может от 0,15 до 0,30 миллиметра. Процесс намотки несложный, но довольно-таки трудоемкий. И занял у меня несколько вечеров. Но, как видите, результат того стоил. Первичная обмотка. Индукторы тоже варьировались от плоских до цилиндрических. Как видим, остановились на вот таком цилиндрическом индукторе. Количество витков 4,5. Диаметр намотки 17,5 сантиметров. Высота намотки 6 сантиметров. И такой индуктор дал наилучший результат. Если его еще выше растягивать, то начинает пробивать прямо в виток. Что не есть хорошо. Сам же материал, из которого изготовлен индуктор, это 6-миллиметровая трубка высокого давления, медная. Такую трубку тяжело паять обыкновенным паяльником. Поэтому буду справляться вот таким 100-ваттным. Вот. И теперь можно приступать к сборке управляющей части. Для сборки управляющей части нам потребуется вот такое n-ое количество запчастей. В качестве радиатора будем использовать вот такой радиатор от компьютерного процессора. Как видим, компонуется прямо с кулером. Но я думаю, кулер ставить не будем. Так как площадь рассеивания у него большая. Как видим, уже раньше использовал данный радиатор. Но это не мешает его использовать заново. Еще одной особенностью является то, что имеется медная подложка для лучшего теплоконтакта. Вот. Теперь выбираем транзистор. RFP460A или RFP460. Останавливаемся на 460A, так как у него емкость затвора поменьше будет. Почему не использую IGBT транзисторы? Так как на повышенных частотах они показывают себя хуже, чем мосфеты. Поэтому останавливаемся на мосфетах. Также потребуется резистор вот такой 10-ваттный. Как видим, у него есть крепление. Его тоже закрепим на радиатор. Потому как в ходе испытаний использовал такие 2-ваттные резисторы. И как видим, что с ними произошло. Они горели как чайник. Вот. Все будет устанавливаться с помощью термопасты. Также установим теристор с помощью прокладки. И вот такой изолирующей шайбы. Ну, тут все остальное как по схеме. Диоды на 6 А будем использовать. И в параллель 4 супрессора на 400 В. Вот. Ну, приступаем к сборке. Сборку будем проводить навесным монтажом. Так как количество деталей тут маленькое. И поэтому так легче. Не заморачиваться. Схема устройства перед вами. Все номиналы прописаны. Остановлюсь только на некоторых аспектах. Первое это теристор BT-152. Транзистор IRFP-460. А также дроссель. Который необходимо подбирать. Первым делом в качестве дросселей использовал вот такие дросселя от ламп дневного света. Результат получился не очень. Так как у них сопротивление 6 Ом и 182 мГн. Продолжались поиски дросселя с меньшим сопротивлением. И в итоге нашли такой. Был найден вот такой дроссель из старого стабилизатора. Он во-первых с большим сечением сердечника. А также с большим сечением провода. Его используем так как он намного лучше чем те которые стоят в лампах ЛДС. А индуктивность и сопротивление этого дросселя немного меньше. 3,1 Ом и 457 мГн. И за счет этого достигается максимальный результат. Поэтому на нем и остановимся. Конденсатор C1 может состоять из нескольких параллель включенных конденсаторов. И емкость может варьироваться от 0,1 до 2,2 мкФ. В зависимости от ваших индукторов. Далее. Супрессоры WD2 и WD3. Я все помечал одинаковой буквой. Так как они одинаковые. И включенный параллель для умощнения схемы. Служат защитой транзистора от высоковольтных выбросов. Вот далее. Нечего сказать про схему. Начинаем сборку. Заканчиваем сборку. И получаем вот такой навесной монтаж. Теперь припаиваем все контакты. Которые выводные к дросселю, к питанию, к индуктору и к катушке. А также резистор переменный. И идем делать опыты. А опытов, как я подразумеваю, будет очень много. Как я и предполагал, испытаний было произведено множество. Их результаты вы можете сейчас увидеть на своих экранах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После достижения наилучшего результата, необходимо нашу схему поместить в корпус. Но перед этим исправим один недостаток. Это нагрев 10-ти ваттного резистора. Немного подумав, я решил сделать этот резистор своими руками. Из вот такого старого резистора и нехромовой проволоки. Диаметром 0,5 мм. В качестве корпуса будем использовать вот такой ящик. Конечно, он довольно-таки большой. Однако, в него спокойно влазит наш дроссель, резистор и остальная начинка. Вот. Теперь займемся сверлением ящика. После сверления корпуса можно устанавливать все наши компоненты. Индуктор, катушку, ну и внутренние запчасти. Для крепления вторичной обмотки был изготовлен вот такой держатель из дерева. Этим болтом он прихватится к основному корпусу. А в отверстие пойдет установка вот такого гнезда. Оно необходимо для того, чтобы, когда мы будем снимать катушку, чтобы не отпаивать провод, а просто подключать или отсоединять его. Вот. А сама обмотка садится плотно на эту деревяшку. Заканчиваем сборку в корпус. Как видим, практически все по плану прошло. Кроме вот этого выключателя. Так как наш выключатель почему-то в центральном положении, все равно замыкает цепь. Поэтому дополнительный выключатель установили на корпус. Далее радиатор, дроссель, резистор. Все закреплено на болты и уже никуда отсюда не денется. Соединительные провода взял медные, одножильные, 2-х миллиметровые. Для того, чтобы снизить потери в проводнике. Индуктор с помощью термоклея закрепил. А по поводу крепления вторичной обмотки тоже произошли траблы. У нас должно быть установлено гнездо 3.5 для соединения с цепью. Однако, когда мы его подключаем, оно высоко располагается и из него начинает шить стример. Поэтому пришлось вывести контакт на креплящий болт. И, собственно, в нашей катушке вывести вот такую шайбу, к ней припаять проводок, который скрепляется с обмоткой. И контргайкой прикрепляем его и держится отлично. В итоге получаем вот такую красивую катушку Теслы. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.